Оппозиционеры и внефракционные депутаты украинского парламента зарегистрировали три законопроекта, каждый из которых предлагает освободить без предварительных условий всех подозреваемых в массовых протестах. По данным Генпрокуратуры Украины, таких сейчас 160 человек. Пока в стране действует закон, принятый регионалами и коммунистами 28 января. Он предусматривает освобождение арестованных при условии, что оппозиция уйдет из государственных учреждений в областях и в самом Киеве. Активисты же из захваченных зданий уходить не собираются. Мы говорим, давайте так, мы готовы пойти на все ваши предложения по амнистии, но нужно освободить, освободить те помещения, которые заняты. Согласовали, все ударили по рукам, отдали в печаль и разошлись уже в надежде на то, что сейчас придем в зал и проголосуем согласованно за этот документ. Через какое-то время заходит Кличко и меняет свою точку зрения. С моей точки зрения так не поступают вообще-то порядочные люди. Лидеры парламентской оппозиции сейчас, похоже, больше заняты тем, как изменить Конституцию Украины. Они предлагают создать парламентскую комиссию, которая займется подготовкой возвращения страны к проекту Конституции 2004 года. Только так можно ограничить полномочия Виктора Януковича, который сейчас контролирует все ветви власти, в том числе и судебную. Мы настаиваем на отмене в Украине диктаторских полномочий действующего президента. В стране должна быть восстановлена украинская конституция. Баланс власти, по которому Верховная Рада формирует кабинет министров. И правительство должно быть под отчет на украинскому парламенту. Необходимым условием для принятия нового закона об освобождении от ответственности участников акций протеста, а также для возвращения к прежней редакции Конституции, которую отменил Конституционный суд в 2010 году, является формирование нового парламентского большинства. Оппозиционеры рассчитывают, что за их предложение проголосует часть депутатов и от партии регионов. Накануне на Майдане выступил член крупнейшей провластной фракции Виталий Грушевский, который поддержал оппозицию. Однако лидер партии «Удар» Виталий Кличко пока не уверен в успехе переговоров, которые продолжаются до сих пор. Большое давление, физическое давление, давление на окружение депутатов. Мы общаемся с ними, это непростая задача, но в частных разговорах они поддерживают. Но посмотрим, удастся сформировать новое большинство или нет. Это мы сможем увидеть завтра. Пока парламентская оппозиция ведет безрезультатные переговоры с провластными фракциями, лидеры неформального объединения «Правый сектор» и ветераны войны в Афганистане, поддерживающие Майдан, встретились с главой службы безопасности Украины и достигли предварительной договоренности об освобождении арестованных участников протестов. Продолжение следует...